За прошедшие сутки картина следующая. Враг нанес 11 ракетных ударов за прошедшие сутки и 48 авиационных ударов. Совершил 54 обстрела из реактивных систем с залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вблизи линии фронта. В результате этих террористических атак есть попадание в гражданские объекты инфраструктуры, в жилые дома. Есть разрушения, но и, к сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. В течение прошедших суток произошло 34 боевых столкновения с оккупационными войсками противника. По оперативным направлениям ситуация складывается следующим образом. В Волынском и Полесском направлениях здесь оперативная обстановка без существенных изменений. Она контролируемая и стабильная. На Северском и Слобожанском направлениях тут противник, к сожалению, применил авиацию. Нанес авиационные удары в районах Волфинова, это Сумская область, и в районе Акипа, это Харьковская область. А также совершил более 30 обстрелов населенных пунктов на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. На Купинском и Лиманском направлении здесь противник продолжает вести наступательные действия в районе Новой Горовки Луганской области. У Синьковки никакого успеха враг не имеет, это уже и информационно они не поддерживают эту идею. Но тем не менее они продолжают, пытаются точнее атаковать малыми силами, правда. Там идет большая перегруппировка войск на Купинском и Лиманском направлениях. Я вам говорил, подтягиваются вновь сформированные части и личный состав с техникой из Рашистской Федерации. Также удержание в районе Новой Горовки, там вот самые, наверное, на этих двух оперативных направлениях, на районе Новой Горовки идут самые ожесточенные, самые тяжелые бои, потому что противник пытается отбить позиции, которые он утратил в результате наших контратак. И удержание, это находится за рекой. И удержание этих позиций для врага очень невыгодно. И мы отбиваем все их атаки и таким образом прижимаем врага к реке. И поэтому они ведут такие ожесточенные бои, пытаясь расширить плацдарм на другом берегу реки. Также в лесах Кременной мы видим движение в районе Кременной, мы видим движение в лесных массивах. Войска уходят, они перемещаются на другой участок фронта, их перетягивают в Запорожскую область. Они туда для затыкания дыр. Это, кстати, еще одно подтверждение, если глянуть на карту, где Кременная и где, допустим, вербовые, очареватые, расстояние огромное. Но они вынуждены перебрасывать. Это еще раз подтверждает, что стратегических резервов на сегодняшний день у российской армии нет. Так что посмотрим, еще раз подытожим. Купенское и Лиманское направления, два участка, Новоегоровка и Синьковка, идут ожесточенные, идут боевые действия. Возле Синьковки более ожесточенные, возле Новоегоровки, извините, более ожесточенные. А в общем на обоих оперативных направлениях идет перегруппировка расширских войск. Очевидно, с целью подготовки, посмотрим, будет ли попытка возобновить наступательную операцию. Потому что если они с Кременной снимают, это у нас Лиманское направление, если они с Кременной снимают часть сил и средств, то это может повлиять на наступательные способности на этом направлении. Тогда остается только Купенское направление. Далее Бахмут. На Бахмутском направлении продолжаются бои, тяжелые бои за Клещиевку. Я уже рассказывал неоднократно, там враг собрал довольно большое количество войск. Хотя там сборная солянка по содержанию, там присутствуют разные рода войск. Но тем не менее, они бросают резервы, они подвозят личный состав со второго эшелона из подразделений, которые находятся за линией фронта. Они тянут все туда, чтобы удержать Клещиевку. Но тем не менее, и за Андреевку аналогичные бои идут. Клещиевка, Андреевка. Два самых горячих участка на Бахмутском оперативном направлении. Так вот, вооруженные силы Украины вытеснили армию расистов с позиции центральной части Клещиевки. То есть, центр Клещиевки уже становится серой зоной и постепенно переходит под контроль вооруженных сил Украины. А также к востоку от населенного пункта Клещиевка наши войска имели частичный тактический успех. Конечно же, там каждая посадка очень тяжело дается, очень тяжелые бои в районе Клещиевки. Тем не менее, видите, мы продвигаемся медленно, но уверенно продвигаемся вперед. И вопрос перехода через железную дорогу, которая идет там из Бахмута на юг. И вопрос освобождения Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки это вопрос времени. Очень плотное минирование со стороны врага и количество подвоза резервов. Людей везут просто неограниченно. Автобусами, грузовиками подвозят людей, садят на позиции и заставляют идти в атаку. Хотя, среди этого личного состава, который подвозят, там настроения не самые боевые. Очень большое количество, растет количество дезертиров. Активно работают заградотряды вдоль всей линии фронта. Но, тем не менее, пока что основная масса держится в окопах и командиры ею управляют. Авдеевское направление. Здесь возобновились стычки у Невельского и расисты пытаются восстановить утраченные позиции. Безуспешно, успеха не имеет, наши войска отбивают атаки, нанося поражение врагу. На Маринском направлении здесь ситуация практически без изменений. Враг продолжает атаковать, то есть в Маринке идут боестолкновения. Противник ведет наступательные действия, мы ведем оборонительные действия, нанося огневое поражение противнику. Успеха противник за прошедшие сутки не имел. Ситуация без изменений. На Бердянском направлении тут, к сожалению, ситуация сложилась таким образом, что мы перешли к позиционным боям. Там линия фронта не двигается ни в одном направлении. Обе стороны периодически атакуют позиции противника. То есть мы атакуем, враг атакует, никто не может сдвинуть линию фронта. Идет обмен артиллерийскими ударами, то есть работает артиллерия с двух сторон. Но надо отметить, что наша артиллерия имеет здесь преимущество. И мы наносим на гораздо большее поражение врагу на Бердянском направлении, чем вражеская артиллерия. Наша артиллерия еще успевает, кроме того, чтобы выполнять задачи в интересах пехоты, она еще успевает вести контрбатарейную борьбу с расширской артиллерией. Мелитопольское направление. Ну вот это самое активное и самое, наверное, динамичное направление, я бы так даже сказал. Продолжаются здесь бои Восточная Работина в направлении Новопрокоповки и направлении Вербового. Мы ведем активные наступательные действия. Наши штурмовые подразделения выбивают врага с его позиций. Тут у нас наша артиллерия ведет не только контрбатарейную борьбу, но и работает, активно работает по позициям противника. Есть информация из открытых источников, что на Мелитопольском направлении мы начали использовать боеприпасы Джам. Это планирующие бомбы. Вот, кстати, вы задавали вопрос, а где же они? Вот они. Потому что расширские военкоры просто воют от того, что летят эти управляемые бомбы планирующие на глубину 50-50 километров. Наша авиация их на такую глубину отправляет. Точность этой бомбы на 70 километров у нее может быть отклонение до 11 метров. GPS-навигация срабатывает и бомба планирует, управляемо планирует и наносит огневую бомбу. И в этот раз я склонен поверить военкорам, которые говорят о том, что вес бомб достигает от 260 до 960 килограмм. То есть бомбы летят различного, нельзя сказать калибра, различного веса и наносят огневое поражение. Ну, я представляю, как они наносят поражение как на опорных пунктах, так и в глубине обороны врага, там, где находятся его резервы. Так что здесь, видите, мы наносим довольно серьезное поражение расширским войскам именно на направлении на Токмак и, в общем, на оперативном направлении Мелитопольском. Также отмечают там, ну вот, среди этих военкоров паника в том плане, что они считают, что путь на Токмак уже для вооруженных сил Украины уже фактически открыт. У нас, к сожалению, пока мы знаем только, что в южнее Работино, в направлении Новопрокоповки и в направлении Вербового идут ожесточенные бои и наши войска продвигаются вперед, вытесняя, нанося поражение врагу и вытесняя его с его оборонительных позиций. Где реально сейчас идут сами линии боевого столкновения, к сожалению, пока такой открытой информации нет. Сегодня было официальное подтверждение того, что Работино полностью освобождено, зачищено, перешло под контроль вооруженных сил Украины. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Малер. Вот такая вот обстановка на Мелитопольском направлении, так что следим внимательно за ситуацией, ждем официальных сообщений от нашего генерального штаба. Ну, пока информация обнадеживающая и сулящая нам в ближайшее время, я думаю, что хорошие новости. Далее. На Таврийском направлении здесь враг наносит авиационные удары, к сожалению, нанес авиационные удары по нескольким населенным пунктам. Это Николаевка, Никольская и Антоновка Херсонской области на правом берегу. А также совершил более 15 огневых ударов по населенным пунктам. В основном все пришлось на Херсонскую область. В остальном ситуация на Таврийском направлении не изменяется. Противник продолжает обстреливать правый берег, а наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу с артиллерией врага. Также надо отметить еще, наверное, по состоянию, по ситуации в Черном море. На утро сегодняшнего дня, на 10 часов сегодняшнего дня в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей, среди которых один является носителем крылатых ракет «Калибр». Общий залп этого корабля может составить до 4 ракет. Вот такая военная обстановка. Как вывод, общий вывод по всей линии фронта можно сделать следующий. Что существенных изменений за эти дни, за выходные дни зафиксировано не было. В рашистских войсках в основном идет ротация и подвоз резервов. Они, кстати, двинули резервы из Мариуполя, точнее Мелитополя. Там замечены колонны техники с личным составом. И они перебрасывают. Я так понимаю, все, что можно выдернуть с юга, они все выдергивают. И даже, кстати, в районе Новопрокоповки и Вербового мы наблюдаем там вот эта многострадальная, я бы ее уже назвал, 76-я воздушно-десантная дивизия рашистских войск. Потому что ее везде кидает, ей затыкают везде дырки. Так вот эти дырки начинают затыкать уже одновременно на всех флангах. Ее растягивают по всей линии оперативного направления, потому что ее сначала бросили в Новопрокоповку, потом ее начали перетягивать в район Вербового. Сейчас ее вообще растягивают там по всей линии фронта между Вербовым и Новопрокоповкой. Ну, то есть, фактически, вот такое вот тушение пожара идет. Наша артиллерия пытается доставать противника на максимальных дальностях. И даже колонны, которые там выходят из Токмака, тоже попадают под огонь нашей артиллерии. Ну, посмотрим. Вот такая вот там заворачивается ситуация. Но единственное, что как бы надо отметить, это то, что боевые действия продолжаются постоянно. Нет там ни выходных, это мы говорим здесь выходные, а там война идет 24 на 7. Враг, видите, тянет резервы из всех щелей, где только может, где есть личный состав. Это все стягивается на линию фронта. Естественно, мы тоже вынуждены проводить и ротацию, и подтягивать свои резервы, потому что наступление, это есть наступление. Мы тоже несем потери. Хотя в этот раз мы ломаем очередной ломаем постулат военного искусства, то, что у нас в наступлении потерь меньше, чем у противника в обороне. Далее, авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 авиационных ударов по районам сосредоточения личного состава и техники врага. И один удар по зенитно-ракетным комплексам противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один состав с боеприпасами, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре района огневых позиций артиллерии врага. Субтитры создавал DimaTorzok